Борис Колесников и Маркиян Лубкивский летят из Львова. Рейс длится час-20 минут. Сразу из аэропорта гости отправляются в парк Щербакова. Здесь ровно за два года до футбольного чемпионата презентуют эмблему Евро-2012 из цветов. Клумбу площадью 40 квадратных метров открывают студенты Донецких вузов. Логотип высаживали три дня, рассказывают представители коммунального предприятия Донецк Флора. Здесь растут 10 тысяч цветов. Общая цена такой эмблемы 56 тысяч гривен. Клумба создана и цветы однолетние и многолетние. Но в основном это однолетние цветы. Всего здесь 6 наименований, 9 оттенков. Была сложность только в подборе посадочного материала, чтобы все-таки это соответствовало логотипу. Ну а он как подбирали то, что было на сегодняшний день в наших оранжерейных хозяйствах. После открытия гостей ведут в фан-зону, подготовленную к футбольному чемпионату. А новый авиарейс презентуют на новом стадионе Донбасс-арена. Гости из Двова рассказывают, линию уже пытались открывать в 2002 году. Но тогда рейс просуществовал всего несколько месяцев. Вторая же попытка, надеются львовяне, будет более удачной. Львов – культурная столица Украины. Донецк – деловая столица Украины. Я думаю, для донецкого бизнеса очень важно представить свои проекты в Львове. А и для тех донецкан и жителей Схидной Украины, которые никогда не были в Львове, очень важно отмечать это особенное место. Открытие линии, говорят руководители турнира, – выполнение одного из требований УЕФА. Руководители футбольной ассоциации не раз требовали расширения географии полетов. Но это лишь один из шагов подготовки к чемпионату. Ведь за этот и будущий год в Харькове, Донецке, Борисполе и Львове откроют три взлетно-посадочных полосы и четыре международных терминала. У нас будет три пусковых этапа. В Харькове мы сдадим новую взлетно-посадочную полосу. Такую же взлетно-посадочную полосу только по высшей третьей категории получит Донецк. И новая взлетно-посадочная полоса будет построена во Львове. Знак расположения и как стимул к сближению двух городов мэрия Львова на Донбасс-арене дарит муниципалитету Донецка скульптуру царя зверей. Он держит под лапой земной шар и создан в прошлом году на фестивале Парад Левев. Следующий самолет во Львов полетит в воскресенье. Затем они будут отправляться два раза в неделю. Но если контакты между донецким и львовским бизнесом улучшатся, пообещали участники встречи на Донбасс-арене, рейсы будут совершаться каждый день.